Нарядка к сохранению традиции на базе этнокультурного центра продолжает свою работу творческая мастерская Мэйцеева. Мы нарядные. Кто решил заняться рукоделием и какие костюмы шьют участники проекта, расскажет Василий Хатанзейский. Шум швейной машинки и пристальный контроль над работой. Ирина Саламатова, одна из участниц творческой мастерской, приехала из Нельминоноса. Впервые заняться шитьем сценического ненецкого костюма ее сподвиг интерес к своим корням и популяризация своего рода среди своих детей. У меня растет маленькая дочь, ей 6 лет. Хочу показать, как все делается. Ирина почти уже сшила для своего ребенка ненецкую наичку. Так называется детская паница национальный ненецкий женский наряд. Для полного комплекта в творческой мастерской занимаются и плетением судора – головного убора. Ну вот это называется судор. Он плетется из бисера. Как бы вот гвоздики. Мы наматываем на нее нитку. Берем иголку с леской. На иголку с леской мы как бы нанизываем бисер. Выбираем цвета. Вот здесь, допустим, желтый, зеленый, красный. Под чутким руководством опытного костюмера Надежды Дуркиной мастерицы создают сценические ненецкие костюмы, которые имеют отличительные черты от традиционных. Традиционная одежда отличается от сценической тем, что ткани, например, у нас разные, и сам процесс обработки традиционно идет вручным способом, а сценическая используется машинная строчка. То есть уже технология меняется. Также при пошиве сценической наички сохранились все особенности нельменоносовского национального костюма. В детской одежде, и как выяснилось, что в традициях этой деревни еще и были полоски оформления, как бы считалось, как орнаментированное, это, наверное, праздничное, и также была полоска цвет, как бы декорировался еще и полосками разного цвета. Идея создать мастерскую, где будут готовиться ненецкие сценические костюмы, пришла Екатерина Витенко. По инициативе девушки-восемь жительниц поселка Нельменоноса пройдут курс обучения по пошиву национальной одежды. Нельменос – это один из национальных поселков нашего округа, но, к сожалению, в современном мире очень остро стоит вопрос сохранения традиций. И огромная проблема – это именно сохранение традиций пошива традиционно ненецкой одежды. На базе филиала этнокультурного центра в поселке Нельменоса есть народный ненецкий ансамбль «Майбова», у которого есть группа малышей, которые танцуют, и, к сожалению, у них полностью отсутствуют народно-сценические костюмы. Начинающие мастерицы не просто смогут помочь народному ненецкому ансамблю, но и смогут сами изготавливать костюмы для своих близких и друзей, что очень важно для сохранения традиций своих предков. Женщины получают навыки шитья непосредственно традиционно ненецкой одежды и смогут ее принести в наш поселок и, так сказать, шить уже данные костюмы для населения. То есть на наших праздниках, на красивых, будет много очень красивых и ярких людей в своих сшитых паницах. Проект Екатерины был по достоинству оценен на конкурсе модельных инициатив местных жителей. Его организатором выступает Агентство развития сельских инициатив Всемирного фонда дикой природы. Василий Франзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.